Элитное вино, водка и коньяк. Около полутора тысяч бутылок готового контрафактного товара. 12 тонн нелегального алкоголя изъяли сотрудники ФСБ в Тольятти. Обыски прошли по пяти адресам. Как выяснилось, в этом подпольном цехе орудовал семейный подряд. Производство, как говорится, под ключ. Супруги самостоятельно изготавливали здесь спиртное, а потом распространяли его по розничным сетям всего региона. Моя задача входит налить сюда спирт, воду и сделать продукцию. Там добавляется концентрат и вода и спирт также. Получается коньяк. Могу перечислить, что там коньяки, мартини и текила. Виски, да, виски. Ну и коньяки разные, под разными номинованиями. О том, как не допустить нелегальную продукцию на прилавке, обсудили на совещании в правительстве области. С начала года в регионе только силами полицейских изъят около 40 тысяч литров запрещенного спиртного на сумму более 8 миллионов рублей. Следить за тем, чтобы алкоголь продавался только законным путем, призывают и общественность. Все дополнительные доходы, которые получит областной бюджет от поступления акцизов, будут тем или иным способом передаваться в соответствующие общественные советы для направления их на те или иные нужды этих общественных советов. Ну и, соответственно, того населения, которое проживает на территории. Как правило, самые частые нарушения – продажи спиртного без сопроводительных документов. А значит, неясно, как вино или коньяк были произведены. С начала года в регионе алкоголем отравились почти полторы тысячи человек. Смертельных случаев – более сотни. Контрактный алкоголь – это, соответственно, там разное содержание спиртов, не только этилового алкоголя, но и там могут быть и примеси метилового, пропилового, бутилового. Соответственно, они накапливаются в организме и образуют токсический, так сказать, эффект. И на, в первую очередь, на центральную нервную систему, потом на сердечно-сосудистую и печень. Всего с начала года полицейские выявили почти три тысячи случаев незаконной продажи алкоголя. Тем, кто торгует спиртным незаконно, грозит штраф до 50 тысяч рублей. И это только для физических лиц. Виктория Шар и Алина Чемерис, Василий Колдашов. События.